Все, Иппи, поехали! Ребята, всем привет! С вами Анна Позор и это канал Гермагия. Прошло уже 6 недель, Иппи грязный, чумазный, кое-где нечесанный. Мы пришли снова к Яне Вейбер, и она нам сегодня расскажет новые какие-то свои хитрости, секреты по уходу за бишоном и вообще огромное количество полезной информации. Иппи уже готов. Ну вот у нас на столе наш знаменитый Иппи. Прежде чем мы начинаем, я собаку всегда расчесываю. Почему? Потому что особенности бишона в том, что у него очень кудрявая шерсть. Они такими завитушками, они довольно прочные. Если я его сейчас сразу буду мыть, мне понадобится очень много времени и воды, поэтому сначала его причесываешь, шерсть становится мягенькая, и я заодно сразу уже смотрю, когда причесываю собаку, где может быть какие-то колтуны, где можно посмотреть, может быть где-то ему больно, особенно хорошо видно на бишоне. Кудри у него, да? Типичные места у собак, даже у тех, у которых есть не очень длинная шерсть или кучерявая шерсть, то здесь за ушами вот эти места сваливаются. Собака чешется. И естественно от того, что она чешет ногой себя, вот здесь сваливаются, потому что они как вата. Собака ложится, она голову иногда, иногда он может елозить, иногда по ковру или по ковру. Вот елозит очень часто, да. Отслеживаю. Так, и теперь первый раз я его мою обычным шампулем, как бы для смывки основной грязи, а потом уже пойдет специальный шампунь для бишона, для белой шерсти. Для бишона, для белой собаки синий шампунь, это имеет такой же эффект примерно, как раньше синька для белого белья. Она, естественно, осветляет шерсть, убирает желтые пигменты в шерсти. Лилово-синий бель. И пойдем по второму разу. Теперь обязательно нужно ополаскивать бальзам для шерсти, особенно для бишонок, потому что из-за того, что у них такие кучерявые волосы, шерсть. Тоже убедительная просьба не пользоваться человеческими шампунями, человеческими бальзамами, потому что это все равно, что если бы мы мыли себя уксусом. Потому что для собаки это как кислота. Потому что у нас наш PH в шампуне находится где-то 5-6, или они пишут всегда нейтральный. Сейчас я буду Ипи купать в ванне подольше, чтобы весь этот ополаскиватель хорошо впитался. В хороших 5 минут надо, чтобы собака поквасилась немножко. Воду, естественно, вы чувствуете, когда наливаете на своей руке, точно так же, как для младенцев. Не холодная и не очень горячая. Мыть собаку в холодной воде смысла нет. Холодная вода грязь не уберет. Да. Ян, а как часто нужно купать бишонов? Такой как бы формулы, конечно, нету. Как часто. В зависимости от того, насколько он загрязняется, где вы гуляете. Если, конечно, бишон в основном сидит дома и выходит только в городе по асфальту, достаточно его где-то раз в два месяца мыть. Бишоны, которые, конечно, вот как у тебя, это настоящая собака. Он гуляет в лесу, он гуляет везде. То есть абсолютно нормально, его можно мыть раз в неделю без проблем для собаки. И что самое обязательное бишона после того, как вы его искупали, надо сушить, хорошо бы высушить феном. Это важно. Если вы его сушите феном и одновременно расчесываете, проще. А для того, чтобы подстричь бишона, его обязательно надо высушить феном и выпрямить волосы, чтобы все эти кучеряшки ушли. Дома вам не надо его вытягивать обязательно, и речь идет о том, чтобы его расчесать как следует. Вот Пуделея, Бишонов, Мальтийских баллонок. Вот такая насадка удобная. Я на самой маленькой скорости. Для домашних условий, я не знаю, может, вы не обязательно приобретаете. Пылесос. Пылесос такой. Но для салона, конечно, необходим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова